1 октября во всем мире, в том числе и в нашей стране, отмечается День пожилого человека. Дата выбрана не случайно. Бытует мнение, что старость – это золотое время. Осень, как известно, тоже называют золотой порой. Поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего сезона. Главной целью этого дня является обратить внимание на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. Хотя все возрастные границы условны. Если человек активен, полон сил и, несмотря на возраст, продолжает трудиться на благо общества, пожилым его назвать трудно. Именно о таком замечательном человеке и пойдет речь в нашем следующем сюжете. Веру Михайловну Павлову очень многие знают в городе. Вот уже более 20 лет она работает участковой медсестрой Славинской центральной районной больницы. Всего в медицине Вера Михайловна трудится 46 лет. Начинала свою деятельность, поступила в медицинское училище, Лише затем работала санитарочкой, закончила, работала медсестрой, затем уехала в город Якутск, вернувшись сюда. Несмотря на то, что Вера Михайловна уже давно на пенсии, она продолжает трудиться. Без работы просто не представляет свою жизнь. Не могу долго находиться в отпуске. Я привыкла, что среди людей. Знают меня многие, я многих знаю. Люблю своих на участке больных. Они неплохо отзывы обо мне. Поэтому по сегодняшний день я работаю. Работа позволяет Вере Михайловне чувствовать себя нужной и востребованной. Общение с новыми людьми и постоянная занятость не дают возможности хандрить, а значит и болеть. Так что работу в какой-то мере можно назвать лекарством от всех болезней. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова